здравствуйте здравствуйте меня зовут владислав я хочу с вами поделиться своим опытом проживания великобритании я тут проживаю уже года три через пару недель начнется мой четвертый год и хотел бы с вами поделиться как на самом деле тут живется люди очень многие жалуются и я этого как бы не понимаю ли они зазвездились или что я не знаю не понимаю чем идет речь по поводу жилья тут жильем ну непонеплохо все говорят использую приложение right move вы можете как минимум хотя бы через google найти через знакомых очень много групп в фейсбуке где вы можете найти также себе друзей с которыми вы подружитесь будете куда-то ходить гулять они вам помогут также жильем и с работой на любом языке на русском румынском английском латышском литовском как вам удобно по поводу жилья что я вам хочу сказать я за три года прожил два года в лондоне и один год в ливерпуле то есть как оно было двадцать первом году я прожил в двадцатом году я прожил молдове я прожил в лондоне 21 году я прожил в ливерпуле 22 году я приехал обратно и самого начало с января или февраля я приехал в лондон обратно и вот по день уже 2023 года я проживаю также в лондоне я приехал в двадцатом году и было на самом деле нелегко так как был коронавирус и сложно было сделать документы все как знают когда подаешь на наш шурс номер ты приходишь на интервью у меня не было этого я сидел по телефону я около девяти месяцев дел только этот страховой номер но и были также знакомые попросил их их insurance я подал на убер из если вы знаете слышали про такое аппликацию купил себе велосипед и начал делать доставки там макдональдс и разные такие маленькие забегаловки где делают еду делать еду на вынос и так я проработал около полугода у меня ноги так опухли как будто я бодибилде прям настоящий я джинсы не влазил эти моменты я помню после этого я общался с твоим очень старым знакомым скажу так мы сейчас не общаюсь дружба закончилась и он мне предложил поработать в сейнсбери через агентство и мы работали вместе это получается как большой холодильник проработали в нем но по сей день по ходу там еще работает не проделать не поддерживать с ним общение я проработал у них почти год из которых я работал на агентство месяцев пять месяцев три-четыре я проработал на контракт не сэнсбери дали контракт ночную смену сначала я ходил как пикер пикал сканировал все это ну как бы это нудно ты заполняешь эти клетки куда надо засовывать еду там по-быстрому перформанс тебе за бонус заплатят я скажу же неплохо зарабатывал около трех тысяч я думаю что я делал две с половиной три тысячи но я работал постоянно овертайм работал по 6-7 дней я нуждался тогда на тот момент в деньгах были кредиты были то надо было все это отдавать и времена есть были тяжелые потому что был коронавирус после этого переехал в киши в лондон обратно я решил забить все и решил поддаться строительство когда вы строительстве чуть-чуть мы разбираемся пообщался с одним другом у меня прям забрал с ливерпуля на машине весь мостах у меня был и мой playstation и телевизор нет нет который сейчас поменьше был и и мы работали грандворкером с земляными работами то есть приезжает экскалатор ты ему говоришь на сколько копать у тебя есть план тебе дают что надо делать то есть я пошел как скилл воркерс то есть я пришел как мастер они пришел как разнорабочий он сказал ты делай вид и так оно и случилось это как отработали с ним с февраля по май или по июнь и после этого я счета решил поменять свою жизнь окончательно я сказал так саша мы перья переезжаю я переехал начал свою карьеру в ливерпуле что я вам хотел этим сказать жилье вы я по снимал изначально 350 за маленькую комнату то есть это в принципе очень реально то есть как бы просто если вы хотите сэкономить 350 фунтов там 400 можно сейчас ладно цены можешь подскочили цена около 450 фунтов можно заплатить за чуть чуть больше чем комнату брайз разберетесь своими кредитами также подработки есть социальные сети facebook люди telegram пишут мне надо помочь не какой-то на субботу там можно сделать какой-то колым что-то в этом роде почему вы отказываетесь не отказываетесь берите сделайте все я сам решил отказаться от всего есть работа у меня есть достаток мне хватает если я я хочу включить свой мозг как и откуда сделать еще другие деньги на чем я сейчас и работаю а сидеть работать на дядю я одну это я вы в другом тоже положении всегда изначально другая страна все новое и сложно так жилье такого плана я дальше смотрел снимал отдельно не шар-рум где люди живут с группами там земляки что-то такого я так жить не хочу я так пожил хватает в ливерпуле если вы приезжаете в ливерпуль там цены просто пипец какие низкие то можно снять за 650 фунтов можно снять себе чуть ли не студию какую-то 650 там с коммуналкой 800 выходит там но ваша студия чтобы вы понимали но она очень большая я сейчас живу в студии студия рум не студия квартиры и она ну маленькая по сравнению с тем чтобы вам предложили бы в ливерпуле там вместе с коммуналкой вы живете сами ваш дом у вас еще и ваша кухня большая у меня маленькая тут кухня у меня на одного мне хорошо мне нормально так давайте идемте дальше по списку что я сейчас снимаю лично жилье за 850 фунтов у меня контракт и я вам советую брать контракты потому что мало ли что то окажется и вы потребуете помощи от государства государство вам скажет вам в чем помочь нужен ваш контракт сколько вы оплачиваете ваше жилье мы вам поможем дайте контракт а у вас нет контракта вы договорились так поэтому лучше договариваться через контракт у вас есть контракт может предоставить государство если что-то случится да вы можете подождать куда-то 2 вы подаете на такую кредит как называется universal credit и вам помогает государство во всех ваших вопросах по поводу аренды спейрум самое лучшее где вы можете что-то найти это спейрум не пожалеете там 10 фунтов стоит не все платно там есть некоторые линия на которые вы не можете написать хозяину этого жилья или агенту чтобы связаться с ними вам надо заплатить 10 фунтов чтобы можно было вести чат потому что все что бесплатно очень быстро люди звонят и расхватывают говорят о нет уже уже сдали уже сдали то то и люди какие-то 10 фунтов жалеют за одну неделю за я вам гарантирую за два дня за день можно найти очень хорошую комнату так продукты хочу вам сказать достаток я слышал одну девочку не буду говорить кто но она сказала что она там приехала там с мужем туда-сюда и они сняли себе жилье и она говорит мы живем средне и мы тратим 8000 фунтов чего какие 8000 ребята вам на самом деле вот и как ну допустим нет кредитов ничего нет и никому не должен денег у тебя зарплата допустим ну выходит около две с половиной после налогов у тебя на руках есть 1800 1900 фунтов к примеру типа идешь ты живешь недалеко от работы потому что ну я предпочитаю работать тут и жить тоже недалеко потому что транспорт сейчас очень дорогой чему я говорю допустим вы живете мою жизнь 850 жилье на транспорт на дорогу на сколько в этом идет около сотки фунтов правильно 950 фунтов покушать да не ленитесь покупайте этот макдональдс или что-то купите себе какую-то мультиварку в нее вы можете закинуть все продукты и готовить и вот вам супчик вот вам рис я очень предпочитаю сейчас рыб и рис и рыбу даже вчера я купил сибаса 2 филешки от сибаса рис и чуть-чуть овощей то морковку брокколи вот это все закинул сразу в рис все это перемешал сам пошел в душ поставил на кнопочку нажал готовится она приготовилась и все и вот у меня мой у меня был ужин и так же вот я сейчас пообедал и у меня есть обед я за это заплатил 7 фунтов если вы будете питаться макдональдс один прием пищи там 7 фунтов ну примерно не ленитесь движение лучше двигайтесь все-таки движение это жизнь по поводу погоды погода для моей головы она тут идеальная сам я из молдавии и когда приходит лето очень жарко я были моментами когда я мог тут теряться тут влажность на все-таки повышенная и ты себя лучше чувствуешь все-таки дождь когда идет он не такой как у нас он льет прям он моросит можно даже голова не мокрая идет дождь а у тебя голова не мокрая ну я так наблюдаю иногда да приходишь мокрый но так не всегда в ливерпуле да очень дождливо очень нелегко и как бы с этим планом там постоянно дождь не за небо плачет под ливерпулем так по поводу развития ребята развивайтесь в правильном направлении если у вас есть какие-то финансы какие-то что-то развивайтесь люди без языка в этой стране работают подсобниками работают помощниками никогда не ведут свои дела я вам рекомендую ввести все ваши дела самостоятельно не ленитесь и начинайте развиваться с первым есть государственные сайты где вы можете прочитать информацию и подать на обучение чтобы вас обучали английскому языку вам за это даже деньги не надо платить вы приходите когда вам говорят на курсе или как вы можете из и вас обучают языку кто есть другие персоны которые хотят индивидуальные для этого уже есть группу в фейсбуке говорят я вот face to face я вас буду обучать английскому языку и вот мои услуги они столько-то стоят все учатся как-то хотят по поводу кстати универа но те кто имеют европейские все-таки паспорта и приезжают в великобритании получают место жительства в этой стране не могут подать на помощь государства по в плане студии финанс государства вас вам оплачивает ваше обучение сколько надо там стоит и также она вам может помочь в плане вас предпрофинансировать потому что вы когда устраиваетесь на работу вы должны предоставить вы говорите что вы студент и вы не можете работать допустим full time вы можете только part time то есть по чуть-чуть то есть не все работодатели на это согласны то есть если есть задерживайтесь на этой работе главное чтобы вам нравилось так но для то что хотел сказать для того чтобы получить финансирование государства в этой стране вы должны прожить хотя бы года три либо можно прожить и год или меньше но вы должны предъявить им то что вы были прожили где-то в европе хотя есть если честно есть лазейки вы можете найти как это делать это не через меня но кто хочет тот найдет и вам все делают и работу их контракт и вообще указывают что вы где-то в германии работали уже давным давно уже лет 7 так продукты ну по поводу продуктов все-таки как покупайте есть я питаюсь лично я вот подхожу я покупаю мясо только в румынском магазине там покупать свинину допустим рис крупы я ну я покупаю в любом даже тот ска хотя люди говорят что он не дешевый ну блин вам что ни один паунд за рис мне не жалко сидеть экономить и считать каждую копеечку там рис это это блин я живу одну жизнь завтра меня может ли не стать поэтому все зависит от вас вы хотите покупайте не хотите собирайте покупайте я не знаю квартиры что вы хотите то и покупать так есть также литовские польские магазины там где тоже вы можете купить мясо рыбу я покупаю отдельно есть в каждой зоне я думаю что есть такой прилавок где привозят живую рыбу я предпочитаю живую рыбу которую люди словили которую вам вы скажете очистите нет чешуи очистит это чтобы я предпочитаю такую все-таки рыба содержит много бактерий и мясо не так много насколько им даже то рыба я если делаю рыбу я ем ее сегодня если нет я определился что лучше ее выкинуть заморозить бактерии не умирают замороженные бактерии их очень их миллион и не знаю сколько батареи быть бактерии так что вам сказать те кто приезжает изначально но тут ничего нет вам надо покупать постель вам надо покупать вашу тарелку порошок все это надо купить одежду что телевизор это не в каждой комнате не в каждой не каждый вам это все сдаст об это все надо иметь свое и постепенно поэтому я сказал вы приезжаете и постепенно вы развиваетесь я понимаю мне все мы мажоры которые у богатых там родители для чего-то в жизни добились и чтобы жить на все готовы и так я вам хотел сказать про медицину еще добавить до концовки насчет медицины медицина тут бесплатная если вы еще вы работаете вы можете подать нхс называется нхс и так же если что-то случается у вас есть ваш номер будешь ну как бы я бы вам гиппи я бы вам порекомендовал зарегистрироваться как бы поликлинике в гиппи также не все как почему-то говорят вы можете прямо на есть аппликации которую через ну у меня iphone через apple story я скачал даже аппликацию нхс я зашел на свою аппликацию вы также можете подать на карту от нхс то есть если вы окажетесь в европе эта карта вам будет получается бесплатное лечение даже находясь где-то в европе потому что у вас нхс есть вот эта карта и она бесплатная вам даже за нее денег не надо платить так и что вам хотел сказать подписывайтесь на мой канал если я буду вам дальше снимать какие-то новые видосы как я дальше живу на данный момент я вам хотел добавить что у меня все нормально я вернулся сейчас в колею казино получил свой контракт как я и хотел работаю сегодня должен был в ночь но буду работать в обед то что у нас коллега заболел я выйду раньше получается уже не в ночь а до до вечера кто-то другой меня заменит и чтобы вам сказать учеба у меня сейчас начнется я год в универе уже закончил у меня учеба с июня по март и мне удачи вы подписывайтесь на мой канал если у вас есть какие то вопросы я вам обязательно на все отвечу спасибо что смотрите спасибо что вы делитесь ссылку видите в описании до скорых встреч увидимся в следующих видосах надеюсь я их буду делать почаще